В Москве автолюбители пытаются привлечь к ответственности бывшего стража порядка, который едва не застрелил его в автомобильной пробке. Заявление в полицию у мужчины приняли с трудом, а уголовное дело вообще сначала не хотели возбуждать. С обоими участниками этого вооруженного конфликта встретился наш корреспондент Станислав Григорьев. Эта вмятина на лобовом стекле образовалась от выстрела из травматического пистолета. Артур Бабаян уверен, окажись оружие чуть помощнее, его бы серьезно ранило осколками. Попал в лобовое стекло, он целился в меня, но видать рука дрогнула или что, пробил лобовое стекло. Все произошло вечером на этом перекрестке. Артур ехал с работы и не поделил дорогу со встречной машиной. Казалось бы, водители в равных условиях, но у одного из них для первоочередного проезда нашелся внушительный аргумент. Ты что делаешь? После выстрела попытался совершить второй выстрел в упор. У меня объезжает, получается, с моей же стороны, лицом к лицу. Он целился мне в лоб. Уезжая, внедорожник протаранил встречную легковушку тяжелым бампером. У Артура на руках справка о ДТП и заявление в полицию. Однако пользы от этих бумаг никакой. Уголовное дело по этому факту возбудили лишь после жалобы в прокуратуру. Зато несколько раз Артуру звонили незнакомые мужчины и предлагали встретиться, решить вопрос. Мне звонил человек, представился начальником пятого спецподразделения или спецбатальона, я так и не понял, но спецбатальона. Предложил встретиться, хотя я не понял, зачем. Он сказал, что вроде бы наш сотрудник, вот этот человек, Спирякин Роман. Потерпевший, который готов давать показания. Видеозапись, преступление. Следы преступления. Это отверстие на лобовом стекле автомобиля. В конце концов, можно поискать и свидетелей, ведь происшествие случилось не в самом безлюдном месте Москвы. И при всем при этом нет никакой уверенности в том, что дело, в конце концов, дойдет до суда. Там висят. Висят, да? Этот мужчина – полицейский дознаватель. В приватной беседе он сообщил нам, что предполагаемый стрелок даже еще не опрошен. А ведь с момента преступления прошло более двух месяцев. Вообще, по мнению дознавателя, видеозапись, сделанная Бабаяном, ничего не доказывает. Ну, там вроде номер машины как бы отпечатал. Ну, машин-то есть. Мы решили сами поговорить с предполагаемым стрелком. Разыскать автомобиль и его хозяина не составило большого труда. Роман Спирякин живет в соседнем доме. Расскажите, как в человека стреляли. В какого человека стрелял? Вопросы отпадали. Ваши номера совпали. Ну, бывает такое. И марка машины. Не знаю. Мужчина так ни в чем и не признался. По его словам, мы ошиблись, приняв его за кого-то другого. Но Артур Бабаян опознал обидчика по нашей видеозаписи. Несмотря на темноту, он хорошо запомнил лицо стрелка. Станислав Григорьев, Никита Верещаков. Экстренный вызов. Продолжение следует.